Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, как правильно варить чай на открытом огне. Надо сказать, что варка на открытом огне – это древний способ заварения чая. Он был распространен еще до того, как чай, скажем так, приобрел известность в качестве напитка элегантного и напитка игразарского. Когда чаю не продавали особого церемониального значения, естественно, не было такой тонкой посуды, как и сейчас. В современное время тоже варка распространена прежде всего в Тибете и среднеазиатских странах в самых разных вариациях. В том числе, кстати, и даже просто добавляют чай в напитки и делают из нее некую такую энергетическую похлебку, когда было раньше, то есть соль добавляют и так далее. В России распространен такой вот способ уже более адаптированный, современный способ варки на горелке, на туристической горелке. Такой вот, кстати, можно на газу тоже, на любом, как удобнее. Для варки, прежде всего, что нужно? Нужен большой стеклянный чайник. Мы, кстати, вот как раз у нас пришла новая партия чайников, и поэтому к этому случае мы пророчили это самое видео. Это чайник, который мы раньше уже продавали, объем 1,8 литра из прочного огнеупорного стекла. Мы их немного доработали. Специально для этого я ездил на завод провинции Джизян, и получился такой более адаптированный и улучшенный вариант. В том числе, у нас были проблемы с скреблением носика и так далее. Сейчас чайник стал еще лучше, чем был. Также нужна гайвань. В гайване у нас делается что? В гайване у нас засыпается производительный чай, так как для варки в основном используется прессованный чай, но подойдет и рассыпной. Но единственное, что считается не очень хорошо использовать для варки, это луны, потому что луны, конечно, лучше раскрываются при проливе, благодаря богатству вкусов. Заливаю сейчас чай холодной водой. Почему? Потому что прессованный чай нужно следовать ему немножечко так вот подраскрыть, чтобы он лучше отразился, отразил свой вкус в варке. Таким образом, просто держу его немножко в холодной воде. В процессе варки мы дожидаемся такого звука, который можно сравнить со звуком шума ветра в соснах. Это по китайским классическим источникам. Без такая на воде, кстати, очень точная, такое легкое потрескивание воды. В этот момент отливается небольшое количество воды в такой вот гундахбэй и ждется, пока уже вода потом будет приближаться такими людьми глазами к кипению, и вода вращается обратно. Называется это процесс омолаживания воды. После этого раскручивается воронка, когда уже почти начинает загибать вода, и высыпается чай. Получается очень красивое такое вот заваривание. Можно экспериментировать, на самом деле, в том же Китае практически нельзя встретить варку чая в такой интерпретации. Хотя, кстати, про Сычуань это единственное место, где я видел подобную варку в стеклянном чайнике. Они просто варят без каких-либо особых, скажем так, экспериментов с раскручивающими воронками или с омоложением воды. Просто варят чай. Варят они там хайчу, то есть сычуаньский тибетский чай хайчха. Тибетский называется, потому что его поставляют из Сычуани в Тибет. И там на чай считается, что его хорошо варить. То есть с обычным заваренным раскрыть его практически невозможно, потому что очень-очень крепкая прессовка. Вот как раз именно почему я говорю, что хорошо чай раскрывается именно прессованный. Кстати, мы раньше уже снимали видео о варке чая, где наш чайный мастер Евгения заваривала, точнее варила красный чай. Но там не было аннотации, не было описания того, что делает мастер. Поэтому мы решили снять вот это самое видео, где рассказываем об этом поподробнее. Но вот уже сейчас шум ветра сосны более явный. На этом моменте можно отлить немного воды в Чихай или Гундау Бэй для того, чтобы потом произвести омоложение воды, когда уже появятся большие пузыри, так называемые рыбьи глаза. Кстати, еще многие любят чай с некими добавками, цветочными добавками. Надо сказать, что в варке такие чаи получаются гораздо вкуснее. Тот же, например, с розой или там красный с добавками всякими разными цветочными. Вот, получаются очень вкусными. И, кстати, еще есть такой способ варки чая на молоке. Кстати, не с молоком, а именно на молоке. Делается все абсолютно то же самое, только, естественно, чай не доводится до полного кипения, иначе молоко убежит. Вот, а только используется молоко вместо воды. Вот и все. Влажная бывает жирность, но мне больше не понравится чай с жирным молоком, когда используется где-то 6 процентов жирности. Получается очень вкусный напиток. Особый, кстати, такой напиток, проживусь, сейчас по-прежнему, делается в среднеазиатских странах, где традиция питья чая с молоком распространена. Можно подловить в момент, когда вот, например, сейчас еще вода не закипает, но уже близка к этому, то есть такие, так называемые, рыбьи глаза, когда воду мы заливаем обратно. И уже мы близки к завариванию чая. Можно слить воду холодную, в которой у нас наставился наш шупрет. Сейчас заварим наш блинчик и уже сейчас можно раскрутить воронку. И высыпать чай. Особо красиво, конечно, танцуют желтый чай в этой воронке. Надо сказать, действительно, чаи почечные очень красиво смотрятся. То есть варка – это еще и искусство. Ищется делать это не только вкусно, но и красиво. Требуется время. Ну, в общем, чай практически готов. В зависимости от сорта, чай может дать ему немного повариться. Можно выключить уже практически, как только появляются первые топные пузыри, и я его выключу. Буквально 1-2 минуты, и чай готов. Но в зависимости от концентрации, как я уже говорил, можно чай не дать ему немножко повариться или немного настояться. Все зависит от того, какой крепости вы делаете чай. Касательно количества необходимого на те же самые 1,8 литра, тоже по вкусу. То есть обычно берется 15-20 грамм, кто-то больше, кто-то меньше. Все зависит еще и от сорта чая. Я обычно беру примерно 20 грамм. Получается достаточно вкусно. Желаю вам приятных чаепитий. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok